Привет, Нелпер! В этом видео будет демонстрационная сессия, как с помощью модели нейрологических уровней или пирамиды Дилтса разобрать свою цель, понять, что тебе мешает достигать цель и как скорректировать свою реальность для того, чтобы цель была все-таки достигнута. Прежде чем мы приступим непосредственно к демонстрационной сессии, я объясню тебе очень коротко, в двух словах, что будет происходить. Смотри, есть такая модель, модель нейрологических уровней, либо еще называют ее логические уровни Дилтса. И к каждому уровню есть определенный спектр вопросов. Уровень окружения, кто что тебя окружает, уровень поведения, кто как себя ведет, уровень способности, как он это делает, либо какие у тебя есть способности и возможности. Уровень убеждения, во что ты веришь, в чем ты убежден. Уровень идентичность, это кем ты себя считаешь, либо ответ на вопрос, кто я и уровень миссии, для чего большего ты существуешь. Так вот, наша задача, если мы работаем с целью по модели нейрологических уровней, провести человека по нейрологическим уровням дважды. Первым делом мы ведем человека по нейрологическим уровням снизу вверх, начиная от окружения и заканчивая миссией, задавая соответственные вопросы. Условно говоря, мы создаем некую точку А, когда мы поднимаемся по модели нейрологических уровней вверх, мы просто создаем карту реальности. Мы описываем свою реальность, как есть, ничего не придумывая, не додумывая в пользу своей цели. Также у нас есть еще какая-то цель, мы ее держим в голове. Итак, когда мы доходим до уровня миссии, то есть мы уже описали очень четко, структурно свою реальность. Когда мы дошли до уровня миссии, мы уже вводим свою цель, мы помним о ней в процессе всего этого повествования. И дальше, когда мы уже дошли до самого верха, мы начинаем потихоньку спускаться вниз по той же модели нейрологических уровней. Но мы каждый нейрологический уровень соотносим с нашей целью. То есть мы как бы создаем вторую параллельную пирамидку, которая является уже скорректированной под наш непосредственно запрос. И мы уточняем, соответствует ли моя миссия, смысл моей жизни, моей цели. Здесь могут быть противоречия. Соответствует ли моя идентичность, то, кем я себя считаю и моя цель. Ну и так далее. Спускаемся потихоньку по каждой ступеньке пирамиды вниз, но соотносим свою цель и данные, которые есть на каждом уровне. И при необходимости их добавляем, либо корректируем. И уже новая пирамидка будет для тебя хорошим планом для достижения результатов. Более того, могу сказать, немного забегая вперед, что обычно на уровне идентичности и на уровне убеждения, когда мы проводим изменения, цель начинает достигаться намного проще и быстрее. Но не будем тянуть время. Приглашаю тебя к просмотру. Ислам, давайте приступим. И как я помню в комментариях из Ютьюба, до чего мы дошли, у вас такой вопрос. Как мне знает модель нейрологических уровней, как мне начать зарабатывать больше денег и как найти и обезвредить ограничивающие убеждения. Это я вот прям дословно выписал. Давайте я для начала поприветствую вашу аудиторию. Все, кто будет смотреть, всем большой пламенный привет. Я думаю, что все-таки ссылочку на то видео, под которым у нас завязался разговор, вы все-таки вставите справа или слева. Я правильно говорю? Да, сделаем, конечно. Да, да, да. И всем привет. Привет, кто нас смотрит. Ну, а я поясню. Ислам хочет проработать финансовую часть своей жизни. Единственное, Ислам, я у вас хочу поинтересоваться, готовы ли вы называть цифры? Запросто. Отлично. Запросто. Хорошо. Вы написали, как мне начать зарабатывать больше денег. И для того, чтобы нам больше сузить запрос, нужно просто понять, а сколько вы хотите зарабатывать в месяц, в год, в день, в час, просто конкретизировать. Ну, как один из этапов, если конкретизировать конкретно цифру, да? Месяц будет 5 тысяч евро. 5 чего? 5 тысяч евро. А, 5 тысяч евро. 5 тысяч евро, да. Хорошо. Хорошо. Вот мы определились. Ислам, вы хотите зарабатывать 5 тысяч евро. Вы просто держите в фокусе вот эту цель. 5 тысяч евро в месяц. Ну, это минимальный такой порог, на котором я стремлюсь. Если взять годовой ракурс, то в планах вот хотя бы 100 тысяч. Хорошо. Ну, я обычно в целеполагании рекомендую людям, скажем так, поставить нормальную такую адекватную цель, а потом, когда ее достиг, уже переформулировать в более что-то глобальное, чем сразу ставить что-то большое. Адекватно относительно чего? Относительно самого себя. То есть относительно результатов, которые у тебя есть на данный момент. Вы же понимаете, да, что нас могут смотреть люди разные, да, и для кого-то кто-то зарабатывает 4 тысяч евро, к примеру, и он такой, а что это за цель? 5 тысяч там увеличить на 20 процентов. Это же просто немножко больше начать работать. А кто-то зарабатывает там, условно говоря, 200 евро. И для него 5 тысяч евро – это будет уже, ну, такая сумма увеличена в 20 раз с лишним, да. То есть подсознание не укладывает. В его картине мира эта сумма, она практически не уложится. То есть не поймет, да, человек? Нет. Дело в том, что он поймет, и он будет понимать. Но когда мы ставим цели сильно большие, чем то, что есть у нас сейчас, точка А, то мы саботируем их достижения, потому что нам кажется, что это крайне сложно, крайне, ну, очень большая разбежка. Наше подсознание, получается, говорит нам, что это невозможно. То есть такой басал, да, получается? Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что когда мы ставим, ну, допустим, если, условно говоря, человек зарабатывает 200 евро, а хочет зарабатывать 5 тысяч, то для него это, он адекватно понимает, что это, ну, в 20 раз с лишним больше, чем есть сейчас. А когда он понимает, что такой большой очень разброс, и он, ну, во-первых, смотрит на эту цель как на очень далекую, и одновременно он саботирует достижения, потому что, ну, смотрите, увеличить заработок с 200 евро до 5 тысяч нужно, ну, сильно другим человеком стать. А, допустим, с 200 евро до 400 евро, да, в два раза просто увеличить, здесь можно уже реалистично увидеть, как это сделать. Потому что человек, который видит свою сумму, там, который находится на уровне 200, ему сложно осознать, как он придет к этой цели. Я понял, меня тут, я перебил вас, у меня такой вопрос тогда. А какой X тогда нужно сделать, который будет укладываться, то есть какая, то есть, допустим, во сколько раз от того результата, который у тебя на данный момент есть, можно повышать планку. То есть это будет реалистично повышать. Ну, вот, смотрите, я обычно… В 2, в 3, в 4 раза во сколько. Я обычно, когда работаю с такими запросами денежными, я не рекомендую увеличивать больше, чем в 3 раза. Потому что, если мы увеличиваем больше, чем в 3 раза, то уже она становится настолько большой. И, понимаете, здесь это во избежание прокрастинации. Потому что, вот, смотрите, если человек умножил больше, чем в 3 раза, ему кажется, это сильно большой результат. И он думает, а, ну что, я сегодня могу чего-то не сделать, потому что сильно ничего не изменится. Понимаете, вот здесь вопрос вот в чем. Понимаю, значит, я просто хочу сказать, что мы находимся в… То есть, в нормальной, реально… То есть, цель поставлена рядом. Да, хорошо. Почему это еще важно? Потому что, ну, на самом деле, когда человек просто делает X2, я просто по опыту знаю, по опыту работы с людьми и в плане вот таких финансовых целей. Если просто посмотреть на статистику, то тот человек, который делает X2 и хочет, ну, определяет себе определенный срок, он, как правило, этого достигает. Но если человек пришел на сессию, и он поставил X5, X10 или там вообще какую-то нереальную сумму, он, скорее всего, мы просто поговорили. Скорее всего, вот прошло наше время как? Он заплатил деньги, потратил свое время, мое время, и дальше не пошел ничего делать. Я очень радею за тех людей, которые ставят огромные цели и достигают их. Но просто статистика показывает так. Я даже в своем личном целеполагании никогда не делаю больше, чем X2. Потому что, когда мы сделали X2, мы можем там прийти и в следующий раз еще раз X2 сделать. И это получится уже... Я согласен, но мне кажется, в моем случае даже сделать X2, то это такой... Потому что, я объясню почему. Потому что есть такое понятие, как рынок. В зависимости от того, в какой ты сфере работаешь. Если, допустим, если мы говорим про работу по райму, если ты, ну, допустим, есть определенный потолок для определенной профессии в определенном рынке, допустим, в отдельно взятой стране, если ты доходишь до потолка, допустим, вот в этой профессии, то здесь уже X2 сделать, ну, я не знаю, это уже, наверное, это надо какие-то выдающиеся результаты показать. Поэтому для меня вот даже сделать X2, это задача такая, скажем так, тяжелая. Ну, хорошо. Хотя мы в поне. Давайте разбираться. И пойдем по пирамиде нейрологических уровней. Пойдем с самого низа. Смотрите, мы держим в фокусе нашу цель. Просто знаем, что... Вот мы знаем, чего мы хотим. Наша задача сейчас по пирамиде нейрологических уровней... Просто на каждом уровне я вам задам вопрос, а вы опишите не то, как вам хотелось бы, а то, как есть сейчас по факту. Хорошо? Отлично. Давайте попробуем. Итак, мой дорогой НЛПР. Чего мы добились уже на этом этапе? На этом этапе что мы сделали? Мы конкретизировали цель. Ислам хотел увеличить доход, но с помощью моих вопросов мы просто конкретизировали, до какой суммы он хочет увеличить доход. И сейчас начинается очень важный процесс. Сейчас мы начинаем уже использовать модель нейрологических уровней, но мы используем ее не просто так. То есть сейчас, когда мы будем идти по нейрологическим уровням вверх, наша задача просто описать реальность такой, какая она есть. Все дело в том, что некоторые люди, когда начинают проделывать модель нейрологических уровней, они, когда идут по пирамиде вверх, они начинают уже описывать так, как им хотелось бы. А наша задача, наша задача, обратите внимание, наша задача сейчас, пока мы поднимаемся по нейрологическим уровням вверх, просто описать реальность, как есть сейчас. Для чего это нам нужно? Чтобы в дальнейшем, когда мы дойдем до уровня миссии, в модели нейрологических уровней, у нас уже будет такой слепок, условный слепок нашей карты реальности, нашей точки А. А когда мы будем спускаться вниз по модели нейрологических уровней, мы будем сравнивать то, что у нас есть сейчас, с тем, как у нас должно быть. То есть мы будем уже планировать изменения, которые нам нужны для достижения цели. Продолжаем просмотр. Итак, что касается уровня окружения. Уровень окружения – это кто что есть вокруг. И если мы рассматриваем в контексте профессиональной деятельности и заработка, то у вас этим окружением – это будет непосредственно ваша работа. Можете рассказать, чем вы занимаетесь и в чем заключается смысл вашей деятельности? Ну, смысл моей деятельности, чем я занимаюсь? Я, в принципе, простой водитель большегруза. Не дальнобойщик, но водитель большегруза. Но у меня такая очень широкая специальность. Широкая в таком плане, что у меня много всяких, скажем так, способностей, начиная от экскаваторов, всякие, ну, спецтехника, скажем так. И вот, Ислам, а вот сейчас, пожалуйста, просто расскажите, как проходит ваш день, с чем вы ежедневно встречаетесь, с какими людьми сталкиваетесь, и непосредственно по местности. Если я правильно понял, вы водите большой автомобиль, вы можете водить экскаватор, ну, то есть хорошо дружите. Да. А что непосредственно вы вот ежедневно делаете? Ежедневно, то есть мы переходим на уровень поведения, да? Ну, я буду, вы будете просто рассказывать, а я буду в разные уровни это записывать, в зависимости от того, чего это касается. Что и кто, ну, что я делаю? Ну, работаю, работаю, то есть выполняя определенные задания, которые, ну, допустим, иные, которые у меня прилетают с фирмы, допустим, с фирмы, на которой я работаю, то есть работаю. Давайте еще больше про окружение. Вот вы идете на работу, что вас окружает? Ну, техника, если я правильно понял, да? Да, техника, ну, на моменте, что меня окружает, ну, с утра коллеги, ну, и дальше меня окружает, в принципе, сама работа, сами объекты, люди, которые управляют там этими объектами, так, куда ты приезжаешь, именно выполняют тот именной данный сервис. Супер. Вот и все. Вот теперь более яснее стало. Уровень окружения отвечает на вопрос, кто и что есть вокруг. Но обычно, когда человеку задаешь такой вопрос, кто и что вас окружает, он начинает несколько путаться. Для того, чтобы действительно выявить его уровень окружения, мы прибегаем к небольшой психологической уловке и просим клиента описать его среднестатистический день, либо еще лучше среднестатистическую неделю, чтобы он рассказал, где он живет, где он просыпается, как он проводит свой день, как он едет на работу, на автобусе, либо на своей машине, с какими людьми он встречается, общается, коммуницирует, с какими предметами он взаимодействует. Именно для этого я и задал вопрос. Опишите, пожалуйста, свой среднестатистический день. Хорошо. Теперь поговорим про поведение. Как вы в этом всем себя ведете? Что вы делаете? Я стараюсь выполнить качественно свою работу. То есть именно, допустим, именно тот спектр задач, который мы поставлен, я стараюсь выполнить его. Но это уже, в принципе, возведено. Именно те клиенты, к которым я еду, допустим, я уже многие годы на них... Ну, я это работаю очень хорошо, знаю. Смотрите, Слан, здесь на уровне поведения вообще простые вещи. Что я делаю? Сажусь в машину, еду, заполняю какие-то бумаги. Ну, я здесь фантазирую, просто хочу, чтобы вы рассказали. Очень примитивно, да. Так, ну, во-первых, каждый день что-то может быть разное. Ну, основная, допустим, в зависимости от того, какой сервис. Допустим, я сажусь в машину, завожу, вставляю карточку для вождения, скажем так, слот. Вот, еду, допустим, загружаю тот или иной, например, допустим, железный ящик, гружу его, допустим, на прицеп, прикрепляя прицеп, ну, то есть, прицепляя прицеп, допустим, дальше, и дальше поехал, допустим, до клиента. Там я, допустим, делаю спуску, точно так же, ну, это заполняю документы, допустим, еду на, допустим, на весы, завешиваю там полностью, если я вхожу, то есть, лимит по весу, вот, то я оставляю все так, как есть, вот, подписываю документы и еду уже в центр на разгрузку. Допустим, плюс-минус, вот. Хорошо. Как ведут себя другие люди? Что они делают? Другие люди кто? Ну, те, которые присутствуют. Вообще, с кем вы встречаетесь в процессе выполнения вот этой своей работы? Выполняет свою работу, допустим, кто-то, допустим, ну, он, допустим, или экскаваторщик, когда ты приезжаешь на место, кто-то, допустим, начальник ответственный, который подписывает тебе. Начальник, экскаваторщик. А что они делают? Выполняет свою работу. Ну, что конкретно? Я вот сейчас тоже выполняю свою работу. Вы имеете в виду более конкретизировать, да? Да, экскаваторщик. Загружает тебе начальник, смотрит, контролирует, подписывает документы, общается со мной. То есть, ну, в Италии, допустим, где я проживаю, там, допустим, общение, это обязательная часть, то есть, подойти там, ну, поболтать, ну, как шутка такая. У итальянцев эрогенная зона, это на языке, то есть, ну, в смысле, то есть, обязательно ты должен, то есть, присутствует такой этот момент, то, что ты должен пообщаться. Супер. Хорошо. А теперь перейдем на уровень способностей. То есть, понимаете контекст, да? То есть, сначала то, что есть вокруг, дальше, кто что делает, а на третьем уровне, на уровне способностей, мы сейчас уже поговорим о ваших способностях, точнее, как вы это делаете, да, если по-другому сформулировать, или иными словами, какие у вас есть способности? Да, на мой хлопский розум, как говорится по-украински, особых способностей у меня таких прямо нет, но, допустим, я справляюсь хорошо с механикой, с техникой, вожу грузовик с различными родами техники, ну. То есть, у вас есть навык вождения грузовика? Угу. Хорошо. Вы разговариваете на каком языке? На итальянском, на русском, на чеченском. Есть навык итальянского языка, правильно? Да, да. Так. Так, Какие еще у вас есть навыки, способности? Ну, смею так заметить, обычно, почему-то мы свои навыки не сильно ценим, но организаторские способности не очень сильно. У вас есть организаторские способности? Супер. Способности, да. То есть, у меня получается очень быстро, ну, в моей практике, то есть, это подтвержденной практикой, допустим, могу рассказать, что... Можно, да, рассказывать? своей работой, да, 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 если вы помните, был, Costa Concordia, был такой корабль, который, ну, который потонул, очень известная история, где-то лет 6-7, я точно не помню, сколько лет назад, который, ну, капитан затопил, очень итальянский, лайнер, круиз, круизный, и там как раз, когда его... тоже очень известная история на весь мир, работали различного рода суда, вот, и... ну, в общем, они выкачали из него всякое, всякое, ну, всякого различного, ну, полностью, то есть, очищали все это судно, и вот эти суда, после вот этого, ихнего фрахта, нужно было, говоря, в общем, приводить в порядок, скажем так, ну, и вот, чисто случайно на нашу фирму вызвали на этот сам, так получилось, что я попал, как органический бригадир, и то самое, в общем, так, могу сказать, что у меня получилось организовать эту работу полностью по... там каждый день простое было около 90 или 100 тысяч евро, то есть, за это судно, вот, и у меня, у меня получилось минимализировать, скажем так, то есть, конкретные рамки, определенные, определенное время, то есть, сделать так, чтобы отпустить, ну, то есть, выполнить работу, отпустить судно, учитывая тот факт, что сама компания наоборот, была больше заинтересована в том, чтобы чем больше судно просто простояло, то есть, деньги... ну, вот такой у меня опыт был, то есть, тут, скажем так, я не то, что хочу просто взять и сказать, нет, я реально подтвержденный, то есть, я получил хорошее время заинтересована, ну, вот, есть такие организаторские способности. Да, мы сейчас просто по факту, да, говорим о способностях, какие-то навыки, может быть, у вас есть, я уверен, что, вот мы сейчас перечислили, я ввожу грузовик, знаю итальянский язык, ну, русский, чеченский, да, и организаторские способности, что еще? Ну, есть еще, очень быстро схватываю информацию, вот, это тоже еще один из моих навыков, то есть, так, как говорил Максим Дорофеев, думать это больно. Быстро схватываю информацию, классный навык. Быстро обучаетесь, наверное, да? Да, и обучаюсь тоже очень быстро, да, вот, вот это тоже у меня, вот, очень получается, без, без сильных таких углублений в тему, я вот быстренько-быстренько схватываю информацию и внедряю ее, скажем так. вот, люблю еще одну вещь заметил у себя, в общем, можно, снова свой опыт рассказать? Да, конечно. Да, да, есть ребята в Ютубе, вот, точно так же, как и с вами, вот, комментарии, есть, была такая тема по теплицам, которая меня, допустим, интересовала, вообще сельскохозяйственная тема меня очень сильно интересует, и сами ребята с России, и я вот, продавали, ну, проект теплицы, допустим, ну, за какие-то сущие, скажем так, копейки, ну, и я купил этот проект, вот, ну, и в процессе у нас завязался с ним разговор, я изучив технический проект, просто увидел, что у ребят, ну, реально потенциал, но он зашкаливает, те деньги, которые я заплатил, но они реально смешные, но это, это не та цена за тот труд, который они, ну, который они продают, и когда они преподносили свой товар, то есть клиент как-то, он преподносился с такой, ну, со слабой, что ли, позицией, вот, ну, человек немножко неуверенный, а вот туда-сюда, и вот за три копейки их постоянно дергали, вот эти клиенты, то есть звонили, выносили им мозг, там, туда-сюда, и пока у нас не состоялся с ними диалог, и я им, скажем так, простроил такую цепочку, самая главная ценность, которую я, ну, то есть, то, что я увидел, то, что ребята просто тупо не ценят свое время, вот, например, мы с ними поговорили, я их проконсультировал, они мне начали рассказывать свои, свои те или иные проблемы, не зная почему, откуда у меня это, или вопрос, с опытом, с рабочим, или ввиду того, что все-таки уже 46 лет, я им обрисовал ситуацию, я им внедрил, можно даже так сказать, я им внедрил цель своего времени, который они вкладывают, потому что они реально на вот, на свое время, они не обращали внимания, ребята начали помнить свое время, вот недавно, ну, с Новым годом поздравляли, мне звонили, вот у них такой бум, выстрел получился конкретно, и он мне звонит, Алексей его зовут, он говорит, Сергей, вернее, Алексей, он мне говорит, Ислам, Григорь, тебе спасибо, Рахмет, большое, огромное, говорит, ты благодаря тебе, говорит, у нас, говорит, мы реально, говорит, стали такими жесткими, конкретными, такие продажи мы конкретно делаем, сейчас реализуем, говорит, такие проекты, ну, мне реально мой, как бы сказать, мне такой реальный подъем это дало, и для меня как бы такое утверждение, что все-таки в этой жизни, ну, как бы сказать, что я что-то, ну, какие-то скиллы, какие-то навыки, что-то во мне есть, то есть такое, что, то есть, видать, они, ну, видят то, что, то, что я, допустим, себе не вижу, ну, вот такая еще, вот это я, благодаря вот этому опыту, если я правильно понял, это можно назвать, что у вас есть навык убеждать, или доносить свои мысли, или доносить свои мысли, я не знаю, мне почему-то не кажется, что у меня получается хорошо доносить свои мысли, потому что я не сильно в разговоре, ну, как показывает практика, мне ребятам получилось помочь, ну, возможно, потому что они открытые именно к этому, бывает, бывает такое, что... Бывают люди открытые, но тот, кто доносит, не может донести мысли, поэтому мне кажется, что у вас есть вот этот навык доносить свои мысли. Ну, я вот просто вижу, вот я увидел в них реальный потенциал, я увидел у них то, что ребята, действительно, ну, на миллион, я даже, даже так могу сказать, то есть, что у них огроменное будущее, учитывать тот факт, что он 21, 22, 23 года, ребята, и все-таки, вот этот навык, как его можно назвать? Навык убеждать или доносить свои мысли? Может, навык видеть сильные стороны, не знаю даже как. Ну, смотрите, то, что я вижу, видеть сильное, видеть сильные стороны, я просто параллельно пишу, и доносить мысли, потому что, если бы вы не умели доносить мысли, то даже если бы вы 500 раз видели сильные стороны, вы бы не смогли с ними договориться. логично, да, ну, давайте я просто помечу, доносить мысли и видеть сильные стороны. И еще мне показалось, что у вас есть такой навык, который называется управление временем. Если вы консультировали ребят по поводу ценить свое время, вы просто скажите, так это или нет? Да, 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 так, так, так. Хорошо. У меня присутствует ценность времени, допустим, я всегда на этот факт смотрю. Супер. Хорошо, что-то еще может быть из навыков, можете о себе вспомнить вот в контексте профессиональном, что есть у вас? Есть еще один навык, но он немножко недоработанный, но он все-таки есть. Это навык, допустим, систематизировать, навык систематизации. Вот. Плюс у меня получается, допустим, некоторым людям просто получается иногда помочь разобраться со своей жизнью. То есть, допустим, еще я очень много вижу цепнотов у людей, которые просто погрязли в планировании, просто погрязли в ежедневной рутине, ежедневных делах. И не знают, как с этим разгребсти. Ну, допустим, как разгребсти эту всю кучу, как правильно распланировать свою жизнь, там, допустим, ту же самую пластеризацию дня провести, то же самое создать систему по управлению своими делами, по управлению своим временем. Вот. Ну и немножко могу рассказать вот в плане личностного развития. что-то хуже. Правильно ли я понял, исходя из ваших слов, что вы, во-первых, хороший слушатель, умеете слушать? Не соглашусь. Не согласен? Я уточняю. Мне кажется, наоборот, я очень плохо слушаю. Мне вот супруга тоже говорит, ты меня иногда слышишь. Ну вот, не то, что... Вы знаете, супруга, супруга, это вообще отдельная история. Я понял. Все. То есть, сюда мы не... Да, Сюда мы супругу не будем пока. Хорошо. Я просто предположил, вы сказали, что нет. Хорошо. Но у вас есть навык систематизировать, и вы можете помочь людям разобраться с тайм-менеджментом, да? Да, могу, могу. Вот это действительно могу, и мне это очень интересно, допустим. Вот я прям кайфую от того, что я разгребаю те или иные кейсы. Очень рекомендую на уровне способности задержаться подольше. Почему? Потому что многие люди очень сильно себя недооценивают либо обесценивают. И здесь годятся все способности, которыми ты обладаешь, либо обладает твой клиент, с которым ты проводишь данную технику. Напоминаю, что уровень навыки и способности отвечает на вопрос, как я это делаю или как он это делает. Какие у меня есть навыки, какие у меня есть способности, какие у меня есть возможности. Нужно перечислить все. От умения заваривать чай до каких-то сложных вещей, навык программирования, навык знания английского языка и так далее. Здесь важно не полениться и потратить на это время. Почему? Потому что когда мы будем спускаться по модели нейрологических уровней вниз и структурировать, составлять свой план действий для достижения необходимого, у вас уже будет конкретный список того, что у меня уже есть и вы добавите что-то, чего вам действительно не хватает на этом уровне. Хорошо. Давайте теперь перейдем на уровень убеждений. Если вдруг какие-то способности будут еще возникать, я их обязательно просто помечу, потому что такое бывает. И вот сейчас мы поговорим про убеждения, которые касаются именно вот этой вот вашей цели 5000 в месяц. Вы изначально уже, когда мы общались, выдали одно убеждение, которое звучит так, что вот в моей профессии, когда я достиг потолка, выше потолка уже не прыгнешь, потому что есть рынок. Это первое убеждение, которое я сразу запишу. Полностью все выше. Выше рынка не прыгнешь. Я так его обозначу. имеется в виду в данной профессии. Ну, да. Во всяком случае, вы это сказали, я думаю, это справедливо отнести к уровню убеждений. Да, да, оно так и есть. И здесь я вам, кстати, порекомендую немного даже может отойти от профессии, а просто сконцентрироваться больше на сумме. Вот вы хотите 5000 евро в месяц. И что вы об этом думаете? Можете просто мне сейчас просто сейчас говорить, что говорится. Об этом. Я думаю о том, что мне нужно, во-первых, выйти из профессии, выбраться на другой рынок, то есть выбрать другую нишу и начать развиваться в ней. но тут присутствует риск того, что если я сделаю этот переход очень резко, то есть получается у нас есть обязательства, у нас есть семьи, и ты сам, ну, вы понимаете, о чем я. То есть тут может произойти резкий просед. Вот. Если бы, допустим, на сегодняшний день я был бы сам, допустим, я бы, не задумываясь, этот переход бы сделал бы, то есть я бы просил бы эту работу, которая, в принципе, мне уже, честно говоря, не нравится уже, то есть не то, что сама работа не нравится, мне сам факт того, что я работаю на КАХА, он мне, он мне очень сильно досаждается, скажем так, это раз, и нас за годы откуда-то изнутри вышла на поверхность такая ценность, как свобода. то есть свобода, свободу я делю на три части. Можно, могу рассказывать? Да, да, конечно, рассказывай. Свобода для меня, во-первых, это физическая свобода, то есть когда ты, допустим, не находишься нигде в тюрьме, это физическая свобода. Второе, юридическая свобода, юридическая свобода для меня, это когда ты взял свой паспорт, положил себе карман, это был такой паспорт, когда ты мог поехать в любую страну, или работать в какой-то другой стране мира, или, то есть, без никаких проблем. Это юридическая свобода. И вторая, и третья, третья составляющая для меня, это финансовая свобода. На сегодняшний день для меня самая проблемная, то есть, имеется в виду, вот сфера, в которой именно я хочу разобраться, и которую я хочу именно, вот, хотя бы подтянуть так, чтобы у меня был какой-то гигиенический уровень, я называю, покрывал какой-то доход, который покрывает все мои, все мои, ну, обязательные, скажем так, расходы, вот, при котором у меня фактически освобождается голова, и я начинаю, ну, высвобождается, естественно, тут же и включается и пауэр-менеджмент, у тебя появляются новые силы, те, которые ты тратишь на работу, то есть, у тебя, они высвобождаются, и дабы подумать, хотя думать и к реализации других проектов, я уже приступил, я давно к ним приступил, в принципе, вот, чтобы, ну, не знаю, может быть, я немножко сумбурно объясняю, но я вот вижу вот в таком контексте, поэтому я хочу выйти из этого, из работы по найму, зная, что будет нелегко, зная, что, возможно, меня ждет, ну, скажем так, ответственность, если где-то иногда в работе, то получается, как бы сказать, скинуть ответственность, там, когда уже, ну, начинает припекать, скинуть ответственность на кого-то, ну, благо, это есть возможность, почему, потому что всегда кто-то или из руководства, или это самое, когда ты выполняешь тот или иной вид работ, оно косячит, то есть, они, ну, не профессиональны, и у тебя всегда есть маска, скажем так, сказать, ребят, вот здесь запортачили, поэтому это вот так, но, с другой стороны, ты понимаешь, что, когда ты выйдешь в свободное плавание, что такой возможности у тебя уже не будет, отмазок у тебя никаких не будет ответственность полностью лежит на тебе, и вот присутствует такой страх, то есть, я думаю, это естественно, в принципе, страх не то, чтобы, в принципе, сами ошибки меня не пугают, но вот именно, что произойдет такая ситуация, когда у меня вот произойдет такой раздрайв, что финансовая составляющая просядет там, и семья, допустим, ну, будет нуждаться, а ты не можешь, допустим, вот эти элементарные, то есть, в моем, в моей системе ценностей семья, это такой, приоритет очень сильный, если, хотя, я сам по себе такой человек очень неприхотопый, даже если мне придется, допустим, на примере, я говорю, в моей практике, в моей жизни это было, я спокойно купить спальный мешок, закинуть, все свои пожитки на спину и двинуться вперед по жизни, допустим, вообще никаких проблем, вообще вот, не пугает меня, вот, ничего, единственное, что вот, а и надо, скажем так, обеспечить именно вот финансовую составляющую. Ислам, правильно ли я понял, что если вы резко поменяете вид деятельности, то могут начаться финансовые проблемы? Именно так, да. Но, еще, еще один, еще одна такая ремарочка, чтобы вот это все сделать, мне нужно основательно подготовиться, то есть, я выбрал те сферы деятельности, я выбрал страну, где я буду, где я хочу работать, то есть, имеется в виду, я выбрал сферы деятельности, в которых я хочу развиваться, я все это выбрал, я уже делаю целенаправленные шаги в этом направлении, то есть, допустим, мне очень, очень дровит сама тема, допустим, сельского хозяйства, не зная, я все время основываюсь на своих чувствах, они вот откуда, постоянно копаясь в себе, вот почему и ваш канал я постоянно смотрю, вот, то есть, вот это все мне помогает разобраться в себе, и вот на основе вот этих чувств, которые у меня возникают, я стараюсь, то есть, я их не игнорирую, я их не запихиваю, я начал прислушиваться к себе, я начал слышать себя, что я хочу, вот, я не знаю, я понятно объясняю, нет, это не важно, вы объясняете, так вы объясняете, главное, чтобы вы понимали то, о чем вы говорите. Я, ну, я, естественно, я понимаю, вот, для меня, ну, то есть, вот я иду, вот потихоньку, потихоньку я готовлю, не то, чтобы я ничего не делаю, но, скажем так, я вот понимаю, что если я резкий переход такой сделаю, то, возможно, будет где-то это самое. Ну, вот я и готовлюсь, и самообразовываясь, и, допустим, ну, я знаю, что ямы будут по-любому, без этого, ну, 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 просто никак. Вот, по-любому сложно, по-любому будет трудно, но, с другой стороны, меня это не пугает, наоборот, как-то так. Сейчас, очень важно. Уровень убеждения и уровень ценности отвечают на вопрос, во что вы верите, что для вас ценно, и что для вас важно. И на данном этапе, напоминаю, что, когда мы идем по пирамиде вверх, мы просто описываем свою реальность, то есть, ничего не выдумываем, ничего не планируем, а просто пишем, как есть. И здесь вылазят очень разные интересные убеждения, которые касаются и цели. Очень часто люди начинают рассказывать, почему эта цель невозможна, недостижима, или что им мешает. И это все является уровнем убеждения. Поэтому просто выписываем, выписываем не только убеждения, которые касаются цели, но и все в целом убеждения и верования, которые присутствуют в вас или в тебе конкретно на данный момент времени. И идем дальше, поднимаемся на следующий, более высокий, нейрологический уровень, который называется уровень идентичности. Хорошо. Ислам, давайте теперь перейдем еще на более высокий уровень. Уровень называется идентичность. И кем вы себя считаете? Если у вас сразу не приходит на ум кем, то можно придумать какую-то метафору. Кем я себя считаю, именно... Вот просто, как услышали ответ вопрос, так и ответьте. Хорошо. Я вам отвечу, но здесь присутствует моя религия, потому что я сам по себе очень... И по имени вы, наверное, поняли. Да, я отношу себя, допустим, я адек, допустим, я мусульманин. И у меня очень сильно, то есть особенно в последнее время, вот именно религия, она так, скажем так, сильное влияние оказывает на мою жизнь, потому что я нахожу в своей религии, несмотря на то, что я верующий, с самого рождения, скажем так, вырос в верующей семье, я нахожу в своей религии умиротворение, я нахожу большинство ответов на свои вопросы. Возможно, найду и оставшуюся часть, но, скорее всего, до этого надо просто дойти, ну, то есть это такой эволюционный процесс. Вот. И если вы меня спрашиваете, кем я себя, я вам скажу так, я раб Аллаха. То есть, ну, это обычно слово раб, оно ассоциируется как-то негативно, но в моем случае, наоборот, это честь, это, скажем так, это статус для меня. Я считаю, что я один из тех, кого выбрал Господь. Я снова, давайте, то есть я не хочу никого там обидеть, я не хочу даже люди, которые вот, ребята, которые вы нас будете слушать, я просто рассказываю, я чувствую, вот это я рассказываю. То есть без суждений, без чего. Я раб Аллаха. Отлично. Дело в том, что тут каждый сам интерпретирует, и нам на самом деле не важно, кто как это оценит, потому что то, как вы себя считаете, вот так и правильно. И здесь мы не имеем права вообще там ни во что вмешиваться. Хорошо. И как вы думаете, ислам, какой смысл вашей жизни? Мой смысл жизни, это, ну, может быть, немножко будет так, ну, конечно, заезженное слово, успех. Мой смысл жизни, это успех в обоих мирах. Успех в обоих мирах? Да. Да, класс, хорошо. Это быть, вот я объясню немножко, немножко, может быть, так пространственно. Успех в обоих мирах, ну, и прожить счастлив, успешную, счастливую жизнь, но успех в обоих мирах, то есть в этой жизни. Если я правильно понял, и в материальном, и в духовном, правильно? Естественно, естественно, да, естественно. Я считаю, что духовное невозможно достигнуть без определенного уровня материального, материального благосостояния. Супер. Почему? Потому что ты, когда у тебя материальная составляющая, она на высоте, то есть у тебя появляется куча всяких возможностей, дабы поднять свою духовность, то есть выскочить вперед. Смотрите, Ислам, мы сейчас прошли, постарались прояснить вашу пирамиду нейрологических уровней с самого низкого уровня до самого высокого. И мне кажется, мы уже прошли такой большой путь прям и много чего выяснили. Во всяком случае, если до конца вы не осознаете, что мы выяснили, я вам буду пояснять. Я не осознаю, но я просто вижу, что вы видите. Поэтому для меня цена эта практика тем, что я когда вам написал, возможно, вам с высоты, как бы сказать, иногда те вещи, которые ты делаешь, они настолько у тебя уже встраиваются под сознание, ты выскакиваешь на новый уровень, и что ты думаешь, что остальные люди точно так же, ну, думают точно так же. У нас не зря же говорят, по себе людей не судят, но все равно мы судим по себе, то есть на базе своих там. Да-да-да. И вот, возможно, когда вы свое видео, допустим, записываете про ту же самую пирамиду Дилтса, да, допустим, да, я вижу, как вы пытаетесь донести на таких примерах, но все равно, вот сейчас мы с вами общаемся, я не смог бы вот этого всего сам сделать, то есть вот всю вот эту работу провести, вот насколько вы вот своими вопросами вытаскиваете все наручь. Это я к тому, что, ну, прокомментирую вашу вот эту вот последнюю реплику. Все дело в том, что я глубоко убежден, что каждый человек это может сделать самостоятельно, но чтобы это самостоятельно сделать, нужно потратить полчаса времени или час, сесть с ручкой и позадавать себе вопросы, потому что в голове оно вот так не работает. Либо, конечно, лучше обратиться к другому специалисту, почему я говорю. И другой специалист, я хочу вас просто поправить тоже, он смотрит не с высоты профессионализма или чего-то, он просто смотрит со стороны. Поэтому важно иметь другого человека. И, как я, знаете, я считаю, что профессия коуч, там, это человек, об которого можно подумать. Понимаете? Подходит? Да, да, классно, да, классно. Лично я, когда у меня не хватает своих каких-то ресурсов, навыков решить какую-то свою жизненную задачу, я иду к коучу, но не для того, чтобы он мне помог решить задачу, а для того, чтобы я мог об него подумать. Я иду за тем, чтобы он мне позадавал вопрос. Хорошо. Я почему вас сейчас понимаю, потому что я сам, когда обращаются с тем или иным вопросом, я просто, вот как вы сказали, взгляд со стороны, и у меня вот тоже точно так же получается, допустим, помочь человеку, допустим, точно так же увидеть то, что он сам, допустим, не видит. И так, мой дорогой Энелпер, мы уже добрались до самого верхнего уровня, поговорили даже о миссии, благо, ислам у нас оказался очень вдумчивым клиентом, и уровень идентичности, и уровень миссии у него не вызвали затруднения. Сразу могу тебя предупредить, что обычно у человека уровень идентичности и уровень миссии вызывают какие-то затруднения, потому что человек не часто задается вопросом, а кто я такой, и какой смысл моего существования. С исламом мне как коучу повезло. Итак, мы поднялись в самый верх. Сейчас будет происходить самое что ни на есть магия, потому что когда мы уже составили карту реальности, описали реальность, то как есть сейчас, по модели нейрологических уровней. Теперь мы начинаем соотносить нашу цель, которая у нас есть, изначально заявленная, я надеюсь, ты помнишь, ислам хотел увеличить уровень дохода до определенной суммы, до 5000 евро в месяц. И теперь мы будем соотносить нашу цель с каждым нейрологическим уровнем. То есть у нас уже есть карта, которую мы составили, и теперь мы будем вносить даже изменения. Мы будем проверять, как соотносится миссия ислама с его целью, как соотносится идентичность ислама с его целью, ну и так далее по списку. И там, где мы будем находить противоречия, там ислам будет вносить изменения в структуру своей личности. Ну, другими словами, намечать план на каждом уровне, что ему нужно изменить, чтобы цель стала возможной, реалистичной, и чтобы он мог ее достичь в кратчайшие сроки. Продолжаем просмотр. Супер. Хорошо. Ислам, но мы прошли только половину пути, мы по большому счету, что мы сейчас сделали, мы сейчас просто прояснили реальность, и вы, когда будете пересматривать, мы просто систематизировали, как вы любите, структурировали опыт в соответствии с каждым уровнем. А сейчас мы пойдем вниз по пирамидке, мы уже будем удерживать во внимании, во-первых, ту информацию, которая у нас уже есть, а во-вторых, мы будем сверять свою цель с каждым уровнем, соответствует это или не соответствует. Сейчас я поясню, как это будет делать. Ну вот, допустим, у вас есть цель 5000 евро в месяц. Мы сейчас поговорим про миссию, да, вы сказали, что успех в обоих мирах и успешная жизнь. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, человек, который имеет такую миссию, он может получать такую цель? Я думаю, что да, мне даже кажется, что и даже наоборот, он даже более успешен должен быть. Хорошо. Значит, смотрите, почему мы сейчас делаем такую проверку, нет ли на каком-то из уровней какого-то рассогласования, потому что иногда у человека есть миссия, допустим, просто быть счастливым, но есть цель зарабатывать какую-то сумму денег, и у него идет противоположность, ну, то есть несогласование, потому что счастливым можно быть и без денег, да, понимаете, и он таким образом начинает осознавать, что в миссию можно что-то еще включить материальное, ну, это не про вас, это просто так, ответвление, для того, чтобы было более понятно. Здесь мы сравнили нашу цель и нашу миссию, никакого рассогласования нет, все в порядке. Теперь мы спускаемся на уровень ниже, на уровень идентичность. Вы сказали, что вы мусульманин и раб Аллаха, и у вас есть цель 5000 евро в месяц. Скажите, пожалуйста, вот эта идентичность мусульманин и раб Аллаха и эта цель, они как соотносятся? если эти деньги зарабатываются разрешенным Господом путем, то не на спиртном, не на проституции, не на продаже наркотиков, то эта цель, она экологична с этим. Хорошо. Не хочется ли вам что-то добавить в свое самоощущение, в свое самоосознание? Может быть, ну, конечно, я сейчас буду немножко выходить из коуч-позиции, но то, что я вижу, да, я предлагаю просто опять же с другой стороны. Может ли мусульманин и раб Аллаха быть, скажем так, оставаться собой, не зарабатывая такой суммы денег? Может. 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 Супер. А что нужно вот на уровне самоощущения, может быть, добавить, чтобы кем себя нужно считать еще, кроме как мусульманинам и рабам Аллаха, чтобы иметь возможность получать такую цель. Вот кем нужно себя еще, с кем нужно себя идентифицировать, какую нужно, кем нужно еще быть. Да, нужно быть человеком, то есть решающим человеком, который ну вот минуточку, дайте я соберусь с мыслями. Это очень высокий нейрологический уровень, поэтому не спешите, обычно здесь все проходит очень медленно. Нужно быть человеком, который ну то есть ценность, который выносит, ну то есть несет ценность человеком, который несет ценность, то есть это должен быть высоко организованный человек, вот это человек, который умеет видеть на два шага вперед, человек с критическим мышлением, человек высоко, то есть человек, который несет определенную ценность людей, то есть люди, общаясь с этим человеком, допустим, получают, ну скажем так, определенного рода помощь, что словом, что делом. Супер, супер, хорошо. Я сейчас просто вот мы на этом уровне немножко задержимся. Смотрите, может ли мусульманин и раб Аллаха быть человеком, который не несет ценность? Ну, скорее всего, может, правильно? Ну да, если смотреть по религии, то он в любом случае несет ценность. В любом случае несет ценность, но он может и, скажем так, ну, как-то так серенько, так как-то вот между капельками так как-то есть такое выражение, ну вот проскакивать в этой жизни. Вы сказали очень важную вещь, что человек, который несет ценность, который структурирован, который имеет, а вот как такого человека можно назвать? Как такие люди вообще в мире называются? Люди, которые несут ценность? Люди, которые несут, можно сказать, я не знаю, ментор. Так, ментор, хорошо. Ментор, ну, человек, ну, скажем так, высокого уровня человек, то есть, что-то получает. Хорошо. Хорошо. Ислам, давайте по-другому попробуем зайти. Давайте. Как вы считаете, как себя называет человек, который зарабатывает 5000 евро в месяц или даже больше? Как себя называют человек? Да, как он может себя называть? Обеспеченный. Обеспеченный. Это характеристика, это какой, а как? как называет себя обеспеченный человек? Затык, конкретно. Это не затык. Я могу вам подсказать, но я хочу, чтобы вы больше сами к этому пришли, потому что это очень важно. И не важно, сколько мы времени на это потратим. Это высокий уровень. Как себя называет человек, который зарабатывает 5000 евро? Или даже больше, и который несет ценность? Вот как бы он себя назвал? Достигатор. Хорошо, достигатор. А вы знаете какого-нибудь человека, который зарабатывает больше 5000 евро, может быть, даже в разы больше? И как бы вы его назвали? Он кто? Профессионал, ментор, успешный человек. Успешная это характеристика. А кто такой успешный человек? Успешный человек, который живет своей жизнью, занимается тем, чем нравится, и зарабатывает. Да, и зарабатывает. И он кто? Как одним словом его можно назвать? Бизнесмен? Отлично. Ну вот это единственное, что мне напрашивается. Похоже на то, что к своей идентичности для того, чтобы зарабатывать вот эти деньги, нужно добавить еще кроме того, что я мусульманин и раб Аллаха, может быть, нужно еще добавить то, что я предприниматель или я бизнесмен? Похоже на то? Да, именно, проскочил он. А вы говорите, что если бы я бы сел и сам бы это все, я делал уже это ухождение. Но может не с первого не выскочил. Но может не с первого раза. Ладно, мы не будем обсуждать эти детали сейчас. Мы друг друга поняли. Здесь нужно, смотрите, мы сейчас делаем очень большую трансформацию на высоком уровне. Как только вы начнете, я надеюсь, что вы сейчас уже начнете себя идентифицировать не только как мусульманин и раб Аллаха, но еще и будете называть себя предпринимателем или бизнесменом, то здесь уже все начнет очень сильно меняться. Окей? Как себя чувствуете сейчас? Отлично. Полезно? Подъем. Да. Подъем? Зашло, да. Вот прям вот прям простраивается такая нейронная, такая логическая цепочка. Почему? Потому что на уровне действий где-то у меня, то есть именно вот это все проходит, как я стараюсь что-то бизнесовое, что-то я делаю, организовываю туда-сюда, но вот там у меня осознания этого, как сейчас пришло, не было. Очень круто. Поэтому я предлагаю сейчас сделать просто небольшой трехминутный перерыв, мне просто нужно отойти буквально на три минутки. Мы побудем на связи, не будем ничего выключать, я просто выключу камеру, а вы пока поосознавайте, поосознавайте вот то, что сейчас получилось. Я телефон оставляю включенным. Да, вы оставляете включенным, мы никуда не расходимся, я просто физически отойду на три минуты. А вы поосознавайте, насколько важно еще себя идентифицировать как предприниматель, хотя предприниматель это не обязательно тот, кто работает сам на себя, есть очень много предпринимателей, которые работают и в других компаниях, это я так вам, просто вбрасываю мысли, которые можно подумать. Окей? И здесь, мой дорогой Нелпер, произошло очень важное событие, очень важное преобразование в самоощущении и в самоидентификации ислама, потому что понятно, что с моей помощью, может быть, где-то с моими подсказками, но он нашел, как изменить свою идентичность. Если он себя считал мусульманином и рабом Аллаха, то сейчас, когда он начинает еще себя идентифицировать как предприниматель, либо как бизнесмен, он начинает уже, если спускаться по нейрологическим уровням, встраивать в себя немного другие убеждения, начинает думать о каких-то новых способностях, которыми обладает тот же самый бизнесмен или предприниматель. Это очень важный момент. Если ты будешь проводить эту сессию кому-то, ты будешь замечать вот это воодушевление или вот эти вот инсайты, либо озарение, когда человек находит тот недостающий кусочек, которого ему не хватает для достижения цели. Если ты обратил внимание, ислам очень сильно воодушевился, когда мы добавили ему вот эту вот недостающую самоидентификацию. Дорогой мой друг, если ты хочешь участвовать в подобных демонстрационных сессиях или хочешь просто разобраться в себе и тебе нравится то, как я преподаю нейролингвистическое программирование, по ссылке в описании есть мой пошаговый онлайн подробный видеокурс NUP практик, где разобраны все техники нейролингвистического программирования уровня практик. Я тебя приглашаю ознакомиться с программой и если вдруг ты захочешь обучаться, для тебя прямо сейчас действует специальная цена. И более того, сразу после оплаты ты можешь приступать к изучению видеоуроков. И этот видеокурс является бессрочным. То есть, ты приобретаешь его один раз и учишься всю жизнь. Эти материалы будут всегда тебе доступны. Такого предложения на рынке на сегодняшний день просто нет. Продолжаем просмотр. Я вернулся. Может быть, какие-то новые мысли возникли? Ну, сразу первая мысль выскочил такой страх. То есть, после того, когда мне сказали, что можно быть предпринимателем не только в свободном плане, можно быть предпринимателем в структуре своей фирмы, но я просто вспомнил, что страха, потому что типа того, что я же об этом думал, чтобы как бы сказать, то есть, у меня уже были такого рода мысли, а возможно ли я там что-то что-то предприниму такое, чтобы находясь скажем так в контексте той структуры, в которой я сейчас работаю, вот, ну и не знаю, не могу объяснить, вот немножко что-то непонятное тоже такое. Супер. Страх, конечно, это нормально, Юлина, да. Здесь вопрос в том, что, ну вот, кто такой предприниматель, это тот, кто предпринимает какие-то действия, да, принимает решения самостоятельно и берет за это ответственность. Наверное, страхи возникают, когда вопрос об ответственности, но я вам могу сказать, что у вас с этим все в порядке, вы сами уже на уровне способностей это нам прекрасно объяснили, что вы там организовали очень хорошо, когда нужно было держать сроки. Это я один из случаев, скажем. Один из случаев, тем не менее, у вас уже есть это в опыте. Это то, что я вам просто подсказываю, то, что у вас есть в опыте поведение, скажем так, и способность предпринимательства, поэтому бояться ничего не нужно. Мы тогда спустимся чуть ниже, и если вы осознали, что нужно еще в свою самоидентификацию внести такое понятие, как предприниматель, либо бизнесмен, как бы вы это ни называли, то, спускаясь на уровень убеждений, здесь мы задержимся подольше. Я вам сейчас просто перечислю все те убеждения, которые я успел записать и которые посчитал важными, которые касаются вашего запроса. Вот смотрите, у вас есть цель получать пять тысяч или больше евро в месяц. что вы об этом сказали? Вы сказали, я знаю, что ямы будут. Я сейчас просто перечислю, а потом задам вам другой вопрос. Я знаю, что будет трудно. Если я поменяю работу, то начнутся финансовые проблемы. Также вы сказали, выше рынка не прыгнешь, выбрать другую нишу и развиваться в ней. Если делать резко, то резко просяду. Если бы я был сам, имеется в виду без семьи, то я бы бросил работу. Я знаю, что будет нелегко. Ответственность будет на тебе. Финансы просядут, семья будет нуждаться. И свобода равно свобода физическая, юридическая и финансовая. Вот те убеждения, которые были. Какие-то может быть вас ограничивают, какие-то возможно вас наоборот стимулируют. Но мы сейчас будем говорить не о том, как их изменить, потому что процесс изменения уже идет. Как говорил Милтон Эриксон, изменения неизбежны. Я хочу вас сейчас простимулировать, порассуждать на такую тему. Вот у вас есть цель зарабатывать 5000 евро или больше. И несколько минут назад мы совместно осознали, что важно еще себя идентифицировать как предприниматель. Скажите, пожалуйста, какие новые нужно себе внедрить убеждения, которые будут вам помогать оставаться предпринимателем и которые будут способствовать достижению вашей цели? Давайте просто порассуждаем. Во что нужно верить? Повторите еще раз вопрос. Вопрос заключается в том, что во что нужно верить, в чем нужно быть убежденным, что человеку, который может делать эту сумму в месяц? Должна быть убежденность в том, что деньги зарабатывать легко. Должна быть убежденность в том, что деньги есть везде. Так. Потому что мне сразу приходит на ум, не знаю почему, можно договорить? Да, конечно. Да, да. Мне приходит вот такой фрагмент, помню и был один документальный фильм про Питер, про Санкт-Петербург, то есть во времена блокады, но именно выставлен документальный фильм, где очевидцы рассказывают именно о тех сложных годах, вернее, то сложное время, когда Ленинград был под блокадой во времена Второй мировой войны. И там один рассказ, я не знаю почему он врезался так в мою голову, но на фоне того, что умирало очень большое количество людей, была всегда прослойка людей, которые никогда ни в чем не нуждались. То есть были, конечно, те люди, которые имели отношение к власти, но была еще одна прослойка людей, которые, несмотря ни на что, никогда не унывали, и фактически даже в такое тяжелое время они умудрялись поддерживать себя и свои сильные наколы. И я сделал себе вот она у меня укоренилась, вот эта мысль, я не знаю, вот именно рассказ, я просто такой у меня вывод отсюда вылетел, то, что деньги и возможности есть всегда и везде при любой ситуации. То есть даже вот в такой критической, насколько кажется, ну все, ну хуже уже некуда. Ну даже если предполагать, то есть предпринимать определенного рода усилия, если работать в этом направлении, то есть систематически, монотонно, то есть даже здесь можно умудриться выжить и достичь успеха, даже в том то есть это я так с вами не знаю, то есть это вот еще одно убеждение, которое должно быть у человека, что то есть деньги зарабатывать легко, мы уже записали, да? Давайте я вам просто скажу, что я записал. Первое, деньги зарабатывать легко, деньги есть везде, деньги и возможности есть в любой ситуации. И еще одно, что последнее я записал, если предпринимать усилия, можно достичь успеха. И видеть, видеть проблемы, еще одно, видеть проблемы и их решения, то есть там, где не видят другие. еще какие убеждения должны быть у такого человека? Да, думать это больно, конечно. Вы слышали это выражение? Да, думать это больно. Больно, да, это вот. Какие еще убеждения могут быть у человека, который зарабатывает деньги это хорошо, это добро. Почему-то объясню, почему, потому что всегда деньги это добро, правильно? Тут просто связь прервалась, да? Да, деньги это добро, да. Почему-то вот с самого детства, вот, к сожалению, наверное, скорее всего, это этот социалистический что ли строй, который оставил след. Мы же все родом фактически оттуда, Ну, я не знаю, вам сколько лет, вы застали. 36. Да, сын, на 10 лет младше меня, ну, вот этот советский менталитет, который, образ жизни, который в то время был, вот эта постоянная нехватка, хотя мы спускаемся потихоньку-потихоньку все-таки в семью, наверное, все идет оттуда семьи, вот, и вот чувствовалась вот эта постоянная нехватка средств, денег, хотя у меня отец был человек, что он был очень предприимчивый, и вот несмотря ни на что он умудрял, он переехал снова в Казахстан, на работу, это самое благосостояние семьи, вот он поднял на совершенно кардинально другой уровень, то есть, ну и вот вот этот остается, осталось в голове, что деньги зарабатываются тяжело, вот, и мне вот это хочется вот эту вот эту фигму, вот прям ее разломать, выкинуть чертям собачим, то есть наоборот хочется строить убеждение, что деньги легко почему-то вот постоянно вот внедрялось в семье вот именно бытовало вот такое мнение, и вот я вот в противовес этому, то есть я считаю, что человек должен считать, что деньги зарабатывают это легко, что деньги это есть добро, и еще вот, к сожалению, не очень умные адепты религии, они скажем так, они бедность, преподносят как что-то как большой и огромный плюс, то есть я понимаю аскетизм, который, допустим, то, что у тебя есть ресурсы, допустим, то же самое, но ты, допустим, эконом, ну, то есть не расточительствуешь, вот это я понимаю, но именно сама бедность это 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 такое унижение, как мне так кажется, что, но вот, к сожалению, вот, еще раз повторюсь, что, по моему сугубо личному мнению, не сильно умный, где-то вот, где-то в прошлом вот закинул, закинул вот вот такую вещь, ну, естественно, что бедность это, ну, страх бедности это смерть, да, так получается, то есть, ну, если так логическую цепочку разобрать. Ну, мы сейчас не про страхи, а больше всего. У меня, меня уносит, да, у меня убеждения, я не знаю, какие еще убеждения. Ну, смотрите, вы и так немало перечислили, вы и так немало перечислили, если говорить в контексте вашей цели, то я уверен, что если вы начнете внедрять в себя вот эти убеждения, деньги зарабатывать легко, деньги есть везде, деньги и возможности есть в любой ситуации, если предпринимать усилия, то можно достичь успеха, видеть проблемы и их решения там, где их не видят другие. Деньги – это добро. Мне кажется, это вполне достаточно, чтобы получать то, что вы хотите получать. Ну, остановимся на этом. Раз мы уже... Пока мы остановимся, но ваша работа то не прекращается в дальнейшем. Возможно, вы будете находить себе дальше какие-то еще новые поддерживающие убеждения, которые нужно будет постараться, в которые нужно будет постараться поверить и встроить в себя. Хорошо, давайте спустимся тогда еще на уровень ниже. И на уровень ниже мы спускаемся на уровень способностей. и у вас есть цель зарабатывать пять тысяч или даже больше евро в месяц. И скажите, пожалуйста, вот какими способностями должен обладать человек либо какие способности нужно вам в себе развивать или добавлять или усиливать, чтобы это было возможно? Организаторские способности. Вот. То есть именно скиллы, какие я должен... Организаторские способности я должен усиливать. Снова способность видеть проблему там, где не видят другие, то есть, ну, и, скажем так, выкристалливать и кристаллизовать решение для ее решения. Так. Вот эта способность вот здесь далее. Ну, я не знаю, как эту способность, конечно, развить, но в любом случае... Пока не важно. Далее. Какие еще спустя? Наверное, вот если не хватает, то есть способность обучаться, она у меня есть, но не хватает здесь способность усидчивости и... то есть умственно разложить ту или иную, допустим, проблему и продумать от начала до конца, не знаю, понятно ли я объясняю. Ну, усидчивость, я это отметил. Да-да-да, усидчивость, да, усидчивость и доведение дел до конца. Начатого дела до конца и фокусировка. Фокусировка на одной задаче в один момент времени, то есть вот фокусировка, так и есть фокусировка на одной задаче. Супер. Хорошо, давайте спустимся еще на уровень ниже, на уровень поведения. Как нужно изменить свое поведение, что нужно делать или что нужно перестать, делать, чтобы достигать тот результат, который вы хотите? Что нужно сделать? Ну, как мы выяснили, из идентификации моих должна быть бизнесмен, то есть я должен открывать свой бизнес, то есть думать в том направлении, то есть работу по найму я почему-то не, возможно есть такие профессии, которые я бы мог, смог бы. А мы здесь, смотрите, Ислам, мы здесь про простые действия, вот вы сказали, что вы выполняете работу, садитесь в машину, вставляете карточку, получаете, прицепляете прицеп, загоняете на весы, разговариваете с экскаваторщиком там и так далее, там с начальником, вот что вам на этом уровне, на простом примитивном нужно делать, чтобы достигать эту цель? Как себя нужно вести? Ну, точно, чтобы достигать эту цель, там кардинально все, наверное, надо помнить. Давайте попробуем просто перечислить. Именно действия. Именно действия. Ну, что не нужно делать, это не ходить на работу, скорее всего. Перестать ходить на работу, придумать, составить стратегию бизнеса, который, ну, бизнес тоже без вложения не получится, и вот по-любому придется, то, что я делаю, придется продолжать работать, чтобы как-то даже туда деньги инвестировать, но какие-то работы, да. Ну, смотрите, это вы говорите про какие-то конкретные шаги, а вот что в вашем поведении должно измениться, чтобы вы могли достигать эту цель? То есть я должен представить, что я буду делать, когда я достиг этой цели, вот именно это состояние, или... Что вы будете делать? Хорошо. Что делает человек, который может зарабатывать пять тысяч или даже больше евро в месяц? Живет спокойно, встает рано утром, занимается своим любимым делом, вот, естественно, это работа, это любимое дело, именно конкретные действия, да, как я... Да, да, вот что делает человек, который уже зарабатывает такую сумму денег? Ну да, едет, с утра позавтракал с семьей, вот, отвез дочь на работу, на работу, в школу, поехал в бар, выпил чашечку кофе, поехал на работу и залился там, допустим, решением работать, 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 работать на себя. Допустим, ну, есть у меня, допустим, та же самая идейка пескоструйную обработку металла, но я уже купил гараж, но сейчас оборудование надо туда прикупить, вот, допустим, этой же сферой тоже хотелось бы заняться, вот, ну, именно, допустим. Хотелось бы вот тоже заниматься ремонтом автомобиля, но это типа так чисто как бы хобби, тоже мне нравится, допустим, та же самая кузовщина, мне нравится. Кстати, насколько я не ошибаюсь, вы с этой сферой работали, да, у вас такое негативное отношение, если я не ошибаюсь. Почему? Нет, очень позитивно, я очень любил эту работу, вы что? Да. Если бы у меня сейчас было время, и я купил себе гараж, я думаю, что я бы что-нибудь там тоже делал, для души. я очень любил этим заниматься. В общем, вы меня понимаете? Прекрасно понимаю. Да, особенно мою склонность к этажным таким автомобильным, вот, реставрировать их восстанавливать, очень нравится. Вот. Что бы я еще делал именно на уровне действий? Управлял бы, управлял бы персоналом, но вот у меня человек сейчас работает, один, правда, но работает, то есть выполняет всякого различного рода поручения, вот, занимался бы управлением, занимался бы стратегии развития своего бизнеса, то есть все эти бизнес-идеи, но я не буду их сейчас, наверное, озвучивать. Да, озвучивать не нужно. Да, да. Хорошо. Вот, то есть. Ислам, и что нужно изменить в своем окружении, в окружающей действительности, чтобы иметь возможность зарабатывать эту сумму, которую вы хотите, либо что окружает человека, который зарабатывает такую сумму? Я думаю, что его, наверное, скорее всего, окружают такие люди, которые зарабатывают такие деньги или больше, то есть я думаю, что окружение, то есть знакомство, общение вот с таким кругом людей, то есть именно предприниматели, именно бизнесменов, именно людей, растущих, занимающихся своим бизнесом, то есть вот именно вот такого рода окружения, оно бы подтянуло бы, допустим, насколько вот знаешь, оно тебя потихоньку подтягивает на свой уровень. Скорее всего, вот такое окружение было бы. Так, это про людей, а про место, места? Места у меня нету зацикленности, у меня, допустим, как бизнес-локацию я рассматриваю Украину, саму страну, вот, но я не рву, допустим, ну, не собираюсь хватить, допустим, там, с Италией, допустим, в которой я на данный момент проживаю, то есть у меня как бы получается большое бы желание было так, на две страны, почему. Когда там, допустим, холодно, приезжать сюда, а когда лето, допустим, такое, выезжать туда, вот, не знаю, почему, вот так. Супер. Ислам, ну что, мы прошли большой путь. Разве? Конечно. Да. Конечно, но для вас это все только начинается. Во-первых, мы прошли с самого низа в самый верх, дальше мы сравнивали свою цель и то, что можно изменить. То есть мы смотрели на все нейрологические уровни, чтобы они соответствовали цели. Что у нас получилось? У нас получился ряд убеждений, которые можно изменить, которые нужно добавить. У нас появилась еще одна часть в самоидентификации, что нужно, кроме того, как считать себя мусульманином, еще считать себя и предпринимателем параллельно. Это тоже очень важно, потому что на самом деле самое большое изменение было в этом моменте, когда мы работали на уровне идентичности. Дальше мы, спускаясь вниз, выделили ряд способностей, которые нужно в себе развивать, чтобы соответствовать. Организаторские способности, выкристаллизовывать решения, усидчивость развивать, доведение дел до конца, фокусировка. Дальше заниматься любимым делом, ездить в бар пить кофе, завтракать семьей, завозить дочку, управлять персоналом и заниматься стратегией. Это очень важно. И на последнем уровне нужно найти людей, которые зарабатывают столько или больше, чтобы они могли подтягивать вас, и, возможно, изменить локацию и жить на две страны, если я правильно понял с ваших слов. К какому выводу вы сейчас приходите? Первая мысль, которая меня сейчас посетила, то есть я сижу и думаю, а вот все, что мы записали, все, что вытащили сейчас на свет Божий, скажем так, из моей головы, пройдясь по этой коронии, вот, а правильно ли это все, в смысле имеется в виду, что, а соответствует ли это действительно, какой-то немножечко, не то, что не верю, а, ну, то есть, не знаю даже, как объяснить. Да, Сейчас проясню, что происходит. Дело в том, что пока мы еще не имели всего того, что мы хотим, нам это может казаться нереальным, неправдой, чем-то еще. Простой пример, метафорический. Когда-то все в детстве мы верили в Деда Мороза. Ну, да. Помните такой период? Ну, не знаю, 5 лет, 6 лет. 6 лет, Если бы в тот момент, когда мы искренне верили в Деда Мороза, нам пришел кто-то и сказал, что это все неправда, никакого Деда Мороза не существует, никакие подарки он не делает, это все делают родители, там, и все такое, то, скорее всего, нам бы показалось, что это все неправда, такого не может быть. Но потом, когда проходит время, когда мы взрослеем, там, уже лет в 10, в 12, мы уже где-то понимаем, где-то подсмотрели, что мама с папой упаковывают подарки, а не Дед Мороз, там, и все такое, да, это о чем? Это про смену убеждения, про смену верования, то есть, когда мы находимся здесь, и нам кто-то рассказывает, что на самом деле оно вот так, мы в это не верим, а когда мы находимся уже там, и начинаем в это верить, да, то это начинает выглядеть совершенно по-другому, и вот 10-летний ребенок, посмотрев на себя 5-летнего, который не верил в то, что Деда Мороза не существует, то он, наверное, посмотрит на себя и скажет, да как я мог вообще верить в Деда Мороза, да, да, и то, хрень, верить, да, и то же самое, вот запомните это словосочетание, как можно в такую хрень верить, да, и я уверен, что когда вы достигнете своей цели, если вы пересмотрите вот это наше занятие, особенно уровень убеждений, вы начнете себе говорить, как я мог вообще в такую хрень верить, потому что мы творим свою реальность, и когда мы подходим к вопросу о смене идентичности, когда мы подходим к вопросу о смене убеждений, конечно же, мы в них сейчас не верим, потому что у нас нет опыта этой веры, но что мы сделали очень важного сегодня с вами, то, что мы расшевелили эти суждения, и благодаря структуре нейрологических уровней мы понимаем, как это может быть, хотя, возможно, сейчас мы пока в это не верим, но вот то, что мы сделали, это является для вас таким вот планом личностных изменений, я вам обязательно это все сброшу, к чему мы пришли, да? А мы это гарантированно приведет к результату, если я вот проработаю вот эту цепочку, вот это у меня сомнение снова появилось, а проведут ли это действие действительно к тому результату, чтобы я дошел до того уровня, смотрите, вот здесь как раз-таки момент перекладывания ответственности начинается, вы сейчас задаете мне вопрос, ответ на который я не знаю и не могу знать, но я уверен, что если вы начнете делать изменения по тем параметрам, которые мы оговорили, прописали, то изменения будут и начинайте уже, на этот вопрос можете только вы ответить, будет это правдой или не будет этой правдой, то есть если вы понимаете, что нужно, какую работу нужно будет над собой проделать и прийти к результату, и если вы это будете делать, то, конечно, это приведет, а если вы это не будете делать и оставите на уровне мыслей, то, конечно, нет. Здесь момент перекладывания ответственности. Как сказать, мне почему-то в этот момент, так как вы религиозный человек, хотелось вам такую метафору привести, задали бы вы такой вопрос Аллаху, если, понимаете? Да, глупо, конечно, глупо было понятно. Здесь вот о чем идет речь. И изменений достигают те люди, которые принимают ответственность за свои изменения. Я понял. Я понял. И вы вот то есть понял одну вещь, лимита для роста вверх, его нет. Его абсолютно нет. И знаете, что дает модель нейрологических уровней, когда человек хочет изменений, но не знает, что делать, в каком направлении двигаться, то когда мы прошли, проанализировали, мы сейчас по большому счету что сделали? Мы смоделировали ситуацию, мы смоделировали себя в будущем. И, конечно, что-то будет прям вот точь-в-точь, как вы описали, а что-то будет не очень. И что дает? Это дает направление. То есть теперь вы знаете над какими своими личностными качествами нужно работать, над какими способностями, над какими убеждениями нужно работать. Да, возможно, вы переформулируете какое-то убеждение, которое вы сейчас формулировали, условно говоря, так, в спешке, но вы найдете какую-то новую формулировку. Но в этом уже направлении. Или, возможно, мы тут перечислили способности, организаторские способности, там, выкристаллизовывать решения, усидчивость, доверие, ой, А возможно, вы найдете еще какие-то способности, которые вас еще быстрее приведут к необходимым результатам. И вот это про это. Это про то, что может ли это являться стопроцентным планом достижения моей цели. И да, и нет. Скорее всего, нет. Но если вы начнете дальше разбираться в этом направлении, и самое главное, не просто разбираться на уровне мысли, а просто начинать что-то менять, то да, будут изменения. То есть проводить реальную работу и внедрять это в жизнь, ну скажем так. Да. Я понял, да, да, я понял. Давайте приведу простой пример. Когда я еще занимался авторемонтом, но уже хотел быть тренером НЛП, я тоже проводил очень много коуч-сессий, ну как клиент, я был как клиент. И тоже создавали мы вот эту модель нейрологических уровней, как нужно, что нужно делать, во что нужно верить, чтобы получить результат. А для вас это тоже, я перебив, было таким, вот первую информацию начали получать таким, ну как холодный душ, скажем так, да? Да. И холодный душ, ну это помогает посмотреть на себя просто со стороны, когда ты видишь, что реально есть, и ты видишь, что ты хочешь. И могу сказать так, что когда первый раз мне провели, то есть какое у меня было окружение, я продолжал заниматься авторемонтом, хоть уже не в той степени, но окружение было такое. А то, что я имею сейчас, это совершенно другие люди, это совершенно другая реальность. И, конечно, в тот момент я этого хотел, но мне было тяжело в это поверить. А сейчас, когда у меня это уже есть, я смотрю на себя в прошлое, назад, и думаю, а как я вообще там в том прошлом, там 10 лет назад вообще жил? Юрий, одна, одна, вот возможности, они же приходят через людей обычно, ну взять. Возможности, они прилетают через людей. И вот очень сильно, да, получается, вы вот сейчас вышли на такой уровень, когда действительно, ну у вас, естественно, когда ты работаешь в гараже, какой у тебя круг, ну, ну понятно, да, мастера, мат-перемат, там, туда-сюда, ну, дело не в этом, но именно контингент, скажем так, ну такой. А вы сейчас общаетесь именно с людьми, которые развиваются, с людьми, которые достигли успеха, ну, успех тоже, понимаете, конечно, такой, ну, определенных высот в каких-то областях. И, получается, они вас автоматически, да, подтягивают на свой уровень, да, получается так? Ну, с одной стороны, да. Возможности, и приносят возможности, скажем так, которые, оставшись на том уровне, у вас бы не было, да? Да, безусловно, но для того, чтобы общаться с такими людьми, мне нужно было измениться самому на уровне убеждений. Ценность развития должна появиться, ценность, да вообще, другие ценности совершенно, потому что если мы… Другим человеком вы должны стать, должны стать человеком, интересным для этого окружения, да, получается? Да, не то, что интересным, а соответствующим, ну, каким-то определенным ценностям этого окружения. И что самое главное хочу вам сказать, к удаче и счастливому случаю нужно готовиться. Полностью с вами согласен. То есть, когда вы себя уже настраиваете, что деньги зарабатывать можно легко, возможности есть всегда, и так далее, и так далее, и так далее, то вы уже, знаете, как на готове. Когда будет открываться возможность, вы ее будете брать. А если вы себя на уровне убеждений, на уровне идентичности не настроите, у вас, вокруг вас может открыться миллион возможностей, но вы ни одну из них не… Не то, что не заметите, вы просто не обратите на нее внимания. Здесь вот такая вот история. А можно, вот я задам вопрос, если у вас есть еще время, допустим, приведу конкретный пример из твоей жизни. Ну, где-то месяц назад прилетает мне из Казахстана заказ, звонят ребята, им для бетонного, ну, у них итальянская установка по бетону, вот. Ну, в общем, нужны запчасти для установки, в общем, официальный дилер, там будут страшные цены, допустим, и нужно найти альтернативу, скажем так, за более меньшую цену. Ну, вот здесь я понимаю, прилетел вариант, хороший вариант. В принципе, работа заключается по телефону, тот же самый, то есть я связался с дилером, я нашел… Но вот именно в этот момент у меня возникает такое чувство, оно тебе надо, типа, какое-то непонятное чувство, что тебя вот буквально берет и оттягивает назад. Хотя возможность, допустим, здесь заработать, она реально есть, реальные люди при деньгах, скажем так. А теперь я вас перебью, а теперь, Ислам, я вас перебью. А теперь представьте, что вы предприниматель. А теперь представьте, что вы предприниматель, и как теперь? Вот прям скажите, я предприниматель или я бизнесмен? И теперь, когда вам прилетает такое предложение, какие у вас будут мысли? Ну, я уже, в принципе, я нашел поставщиков, я уже все… Я сделал это все, я имею в виду. Но прежде чем стартануть, это, как бы сказать, что-то такое, что-то тебя тянет назад. Ну, нахрена оно тебе надо? Это же надо сейчас, вот париться, там, туда-сюда звонить, это надо мейлы писать, это все. И, ну, я знаю, в принципе, всю эту работу, вот. Но что-то тебя вот как-то назад. И я сижу думаю, может быть, где-то здесь убеждение сидит какое-то? Попробуйте сделать себе какое-нибудь напоминание, что вы предприниматель. Не знаю, повязочку на руку повязать, браслет какой-то надеть. Заякорить, да? В смартфоне просто себе какую-нибудь, там, не знаю, картинку поставить, которая будет вам напоминать, там, не знаю, картинку с долларом, которая будет вам ежедневно напоминать, что вы предприниматель. И в следующий раз, когда вы будете сталкиваться с какой-то задачей, скажите себе сначала, я предприниматель, и потом начните решать эту задачу. Я понял. Вот смотрите. То есть мне нужно встроить эту... Как оно называется? Да, начать встроить в себя, начать встраивать в себя эту идентичность. Когда вы начнете себя идентифицировать как предпринимателя или как бизнесмена, вы начнете уже немножко думать по-другому, вы начнете быть убежденным в другом, ну и действовать, вы будете, соответственно, по-другому. Я понял, я все понял. Я сделаю сегодня. Сегодня я прям сделаю, сегодня я прям с сегодняшнего момента начну встраивать свою идентичность. Я бизнесмен, предприниматель. Хотя, я вам честно скажу, у меня всегда эти задатки были, и всегда... Я всегда тяготел к этому, скажу. Ну вот я вам покажу, как делаю я. У меня вот на смартфоне есть вот такая картинка, да? Где я на мой... Свободный человек, да. Ну, неважно. Для меня эта картинка кое-что значит. Когда я решил себя кое-кем называть, я просто поставил эту картинку. И она уже много лет у меня стоит. И каждый день, когда я вижу эту картинку, она мне напоминает о том, кем я сейчас себя идентифицирую. Ну вот так это работает. На самом деле, все гениальные вещи намного проще, чем они нам кажутся. Это мы себе, да, усложняем, все обрисовываем. Это понятно. Да, немножко усложняем. Ну что, будем на этом завершать. Спасибо вам за эту работу. Я обязательно вам напишу, когда выйдет выпуск. Итак, мой дорогой Энелпер. Ислам проделал очень большую работу над собой. Давай подведем небольшой итог. Что было сделано? Первым делом была конкретизирована цель. У Ислама была цель. Он хотел достичь определенной суммы. Дальше. Мы структурировали его реальность. Записали по методике, по модели нейрологических уровней. Провели его вверх. Создали карту, его исходную точку. То, что есть сейчас. Когда мы добрались до самого верха, мы вводим цель. Мы начинаем соотносить каждый нейрологический уровень, как бы сравнивать со своей целью. И если мы находим на каждом нейрологическом уровне какие-то противоречия, то мы меняем этот уровень. Добьется ли Ислам своей цели? Уверен, что добьется. Произойдут ли изменения с Исламом мгновенно? Уверен, что мгновенных изменений не произойдет. Но что есть у Ислама? У Ислама теперь есть план, как ему действовать. Пошаговый план. Он знает, что ему нужно менять свою самоидентификацию, самоощущение. Он знает, какие убеждения новые ему нужно встраивать. И даже знает старые, от которых нужно было бы избавиться. Знает, какие способности нужно в себе развивать, для того, чтобы достигать этой цели. Как изменить свое поведение, для того, чтобы его поведение соответствовало его желанию и его результату. И даже он знает, как изменить окружение. Он говорил об этом. Он говорил, что нужно будет жить на две страны. И это тоже очень важно. Теперь у него есть план, и он обязательно будет его достигать. Ну, а я желаю тебе, во-первых, успехов. И желаю тебе проделать этот путь самостоятельно. Либо возьми друга, подругу. И просматривая это видео, возвращайся к нему. Смотри, как это происходит. Посмотри видео, где я детально описываю модель нейрологических уровней. Чтобы у тебя под рукой были все вопросы к каждому нейрологическому уровню. И успех ждет и тебя. Ну, а если ты хочешь обучаться нейролингвистическому программированию. Хочешь лучше разбираться в себе. Хочешь понять, как это работает. Хочешь понять, как ты функционируешь. Как ты формулируешь свои мысли. Какие у тебя есть убеждения. Хочешь наладить коммуникацию. Я напоминаю, что в описании к этому видео есть ссылка на мой пошаговый онлайн-видеокурс NLP-практик. Где ты сможешь очень долго и упорно наслаждаться изучением нейролингвистического программирования. К каждому видеоуроку в этом курсе есть задание для самостоятельной проработки. Есть такие же демонстрационные сессии с другими людьми. А может быть, они будут и с тобой, если ты присоединишься к этому обучению. Я желаю тебе успехов. Проделай модель нейрологических уровней. Посмотри, как твоя цель или твои цели соотносятся на разном уровне. С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока.